Вопрос номер два. Как пришла мысль заняться каратэ? Заняться каратэ, мысль пришла мне очень давно, прям давным-давным-давно, что называется. Просто тогда, когда она пришла, я не мог заниматься каратэ, потому что каратэ в Советском Союзе было в этот момент запрещено. И поэтому я пошел в бокс. Я просто занимался боксом. А потом вроде как запрет отменили, хотя явной отмены статей за незаконное преподавание каратэ не было. Но тем не менее наступила какая-то оттепель, и появились секции разные. Грибы стали расти, их стало много очень. В одну из них попал я, и попал, можно сказать, удачно. Но скажу, почему же я каратэ хотел заниматься всегда. Сыграл эту роль, сыграл в этом огромную роль, сыграл фильм «Опираты XX века». Когда я увидел, как Тадеуш Касьянов с нунчаками ходит по палубе. Как-то ныне, уже покойный давно, Талгат Нигматурин, где-то в коридорах яхты, сначала делает Агиуки, потом Гиакутский с Еременко, потом пробивает ему Йоку Гери, вот нокаутирует ему. Он был просто поражен экзотикой приемов. Мне это понравилось, интересно было. Потом также был фильм «Не бойся я с тобой», где Дуров играет такого каратэку. И несмотря на всю кривоту техники, какой-то реол создавался, какого-то таинственного, искусства боевого, волшебного, могучего. И очень захотелось этим делом заниматься. И когда возможность появилась, я сразу пошел записываться в одну из секций. Народу было огромное количество. Ну, все, попали туда, удачно попали. Почему? Потому что попали к человеку, к ученикам человека, который в Иваново, ну, олицетворял, наверное, собой в то время вообще весь рукопашный бой каратэ и все остальное. Это Бурдин с Владимиром Васильевичем, можно сказать, отец ивановского каратэ и один из апологетов вообще каратэ, ну, российского. Ивановская команда очень сильная была в свое время. Хотя, если сказать честно, вот оценивая ситуацию, как она выглядела, с той точки зрения, которой мы сейчас, занимались мы абсолютно полной фигней. Вот. Абсолютно. И только когда наш город посетил профессор Илья Йорга, и мы попали к нему на семинар, посмотрели, что такое настоящее каратэ, вот тогда мы загорелись с желанием заниматься именно тем, что преподавал он. Мы поняли, что вот это настоящее каратэ, чем мы до этого занимались, конечно, это было просто ногодрыжество и рукомашество, ну, которое сыграло не последнюю роль в том, что мы все равно пошли по этому пути, и нам оставалось уже только дальше продолжать, ну, совершенствуюсь, изменяясь. Так что вот в каратэ я попал рано, в детстве, и 30 лет уже занимаюсь. Есть и достижения, то есть я мастер спорта России по каратэ, пятый дан в традиционном каратэ фудокан, много выиграл разных соревнований, ну, вот так вот. И до сих пор, значит, участвую в соревнованиях. Несколько лет назад я поучаствовал в чемпионате России, занял первое место в своей вооруженной группе, ветеранами мы уже считаемся, в катэ занял первое место. Ну, так вот, так что продолжаю я заниматься каратэ, до сих пор мне это нравится.